Центральная набережная в Лазаревском излюбленное место отдыха туристов и местных жителей. Ее длина чуть более километра. По мнению мэра, она должна привлекать гостей не только естественной красотой, но и быть благоустроенной. Удобная тротуарная плитка, навесы от солнца, декоративные растения. Все это необходимые составляющие комфортного отдыха. Но не менее важно внешний вид и доступность кафе и ресторанов. Мэр отметил, нельзя нарушать архитектурный вид набережной, забивая досками окна и двери на зиму. Если уж заведение закрывается на зимний период, то необходимо, чтобы оно имело приличный вид. Чтобы оно было единое и красивое. Только сделать и консервация тоже должна быть. Ну вот один намолотил. У него была доска такая, он ее прибил. У него фанера появилась, он фанеру прибил. А еще лучше отметил мэр, чтобы кафе и рестораны на набережной работали круглый год. Ведь Сочи уже приобрел славу всесезонного курортного города. Но для этого необходимо благоустроить свои объекты. Большинство предпринимателей сами понимают, что к успеху надо идти совместными усилиями. Это необходимо для того, чтобы мы смогли, как сказал наш мэр, чтобы работать круглый год. Мы в этом сами тоже очень заинтересованы, чтобы работать круглый год. А не полтора-два месяца, как это происходит летом. Диалог с предпринимателями касался и дальнейших перспектив курорта. Московские инвесторы предложили главе города проект реконструкции территории Лазаревской судоверфи. Но в таком виде Анатолий Пахомов его категорически отверг. Мэр отметил, что здесь необходимо построить культурно-развлекательные объекты, на базе которых будут проходить крупные фестивали и спортивные мероприятия, которые привлекут как можно больше туристов. В Лазаревке сегодня нет магнита, который бы давал возможность для того, чтобы здесь проводились событийные мероприятия. А жители Лазаревки сдавали бы свои гостиницы в наем для тех, кто будет в этих мероприятиях участвовать. Встреча прошла и с жителями улиц, прилегающих к набережной. Все согласны с руководством города. Лазаревское надо преображать. Многие строения уже приведены к единому архитектурному облику. Жители улицы Калараша хотят отреставрировать стелу, которая уже давно стала одним из символов района. Поставить красивый памятник, сделать красивую подсветку, выложить в красивом цвете его. Но, опять же, администрация сейчас будет готовить проект, какой памятник должен быть. Все люди откликнулись однозначно. Завершить благоустройство Лазаревского района должны до Нового года. Такую задачу поставил мэр города. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».